Пенсионерам необходимо поменять банковские карты. Со следующего месяца пенсии и пособия будут перечисляться исключительно на карты МИР. Россия отказывается от иностранных платежных систем, таких как виза и мастер-карт, при перечислении госвыплат. Это должно было случиться еще в июле, но из-за пандемии переход отложили на осень. В целом процесс замены карт длится третий год и основная масса пенсионеров уже получает пенсию на карту системы МИР. Больше подробностей далее. До 1 октября челнинским пенсионерам, которым деньги приходят на карту, но не на МИР, нужно обратиться в любой банк и написать заявление на выпуск новой. Это как и обслуживание пластиковой карты будет бесплатным. Тех, кому пенсия приходит не на карту, перемены не коснутся. Для тех получателей пенсии, у которых пенсия выплачивается либо с доставкой на дом, либо на банковский счет, то есть сберкнижку, таким пенсионерам ничего оформлять не нужно. Эта банковская карта, как и все остальные, позволяет выполнять различные операции, например, оплачивать покупки. По сообщению пенсионного фонда, подавляющее большинство пожилых людей в городе уже пользуются МИРом. Но есть и сторонники других способов получить деньги. У меня срок годности карточки кончился. Я пошла, тут мне сразу сделали новую карточку. Года полтора, кажется. Один потерял, потом эти мне удалили. Очень удобные карты. Я вообще против любых карточек. Потому что мы верующие люди и хотим жить так, как мы хотим. К нам приходят домой и получаем. Надо было, я сама пошла и все сделала. И очень удобно. В этом году? Да. С 1 октября на МИР будут перечислять не только пенсии, но также выплаты безработным семьям с детьми, ежемесячные пособия по уходу за ребенком, по беременности и родам, а также выплаты лицам, пострадавшим от радиации и другие.